Ребятки, всех приветствую на моем канале, канал про птиц, и я с вами Дмитрий. Продолжаем видеоролики про канареек, про разведение канареек. Вот, как видите, я обратно посадил к этой паре, вернее, к этому желтому самцу, желтую самочку. Зеленую я убрал, потому что сидела она на трех яйцах, вот здесь пять яиц, это два яйца я кинул от другой канарейки. Ну, в общем, вот эти яйца, они уже все, не вылупятся. То есть, срок уже прошел, срок где-то они вылупляются, 13-15 день, ну, где-то раньше, где-то позже, как у кого, в общем. Смотря, когда и как начала греть яйца канарейка. Вообще, конечно, многие, как говорил, убирают, подкладывают подкладыши, потом, когда последнее яйцо снесла канарейка, ложат все яйца, чтобы канарейка, самка, вывела все в одно время. Ну, я так не делаю, и, в общем, канарейки сами как-то учатся, и так получается, что со временем у них вылупляются птенцы примерно в одно время, ну, по моим наблюдениям. И даже если они не в одно время вылупляются, все равно канарейка их, в общем, тащит нормально, если хорошая канарейка, она все равно хорошо кормит всех. Несмотря на то, что первый там вылупился, грубо говоря, сегодня, а последний там через 4-5 дней, и у них большая разница. Все равно канарейка, нормальная канарейка, она кормит хорошо, за ними смотрит. Ну, вот, сегодня вот посадил, только сегодня посадил опять вот эту вот желтую канарейку, они сразу спарились при мне, в общем, все нормально. Здесь, у этой зеленой, вот она, здесь зеленая эта сидит, вот, кстати, вот она, вот она, на этой жердочке, вот она. Она не вывела, одно яйцо было плодное, и два бесплодных, два пустых. И все равно она не вывела, в общем. Здесь, в этой клетке, вот у меня, с чубами кеннер. Это от желтого, в общем, сын его, и такую простую канарейку ему дал. А вот здесь вот, все благополучно. Сейчас попробую снять, показать. Здесь я три птенца. Так, 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 ну-ка, давай-ка, давай-ка. Вот они, красавчики. Им уже где-то три дня. Вот они, три штучки. Так что здесь дело, ребятки, пошло. Здесь дело пошло. Покажу этих канарят ровно через неделю, какие они будут. Вот они, красавцы. Камера фокусируется плохо. Они очень быстро растут, ребята. Так что, через неделю они уже будут так сидеть. Но желательно, когда птенцы уже такие, более повзрослее, там, где-то день на седьмой, восьмой, там, десятый день. Их лучше не трогать, потому что они от испуга начинают с гнезда выпрыгивать. Ну, у меня были такие случаи, не знаю, как у кого. Выпрыгивают. И как бы потом их обратно не ложить, они все равно стремятся выпрыгивать обратно. Так что я стараюсь, вот, если их трогаю, вот пока вот в таком возрасте там смотрю, а потом уже перестаю трогать их, чтобы они не шугались, ничего. Сегодня, кстати, поймал снегирька. На следующей неделе обязательно будет пару видео про ловлю. Одно видео неудачная ловля. В деревне ловил я птиц с братом. Но, посмотрите, там было очень много щеглов, но поймать не удалось. Ну, и сегодня вот на западок поймал снегирька. Вот он, красавчик. Так что, ребятки, все идет своим чередом. Как я и говорил, все будет. А тут постоянно у меня спрашивают ребята про ловлю. Когда ловля, когда ловля. Я, по возможности, как у меня есть время, всегда стараюсь этим заняться. Так что, будут в скором будущем здесь на канале и клетки будут для кино-рок делать. Все это буду снимать, показывать. Будем обучать. Киноров тоже это все буду показывать. Делиться опытом. Этим опытом со мной поделились, а я поделюсь со своими зрителями. Так что, вот такие вот дела на сегодняшний день. Кстати, появился здесь, кому интересно, у меня. Вот я привез своего белобородого щегла. Как своего, это жил у брата. Мы его поймали три года назад, этому щеглу три года. В этом году весной постараюсь его гибридизировать. Ну все, ребятки, на этом будем заканчивать такие новости. Задавайте вопросы. Да, кстати, хочу тоже показать. Замочил я вот так вот зерносмесь. Будем проращивать ее. Это для птенцов. Сейчас морковочка идет там. Какую-то зелень даю. Кто-то говорит, зелень нельзя, там поносить будет. Ничего подобного, все нормально. Родители знают, чем кормить своих детей. Я даю все подряд. И независимо, когда, что там. Первые дни кто-то там советует не давать, кто-то еще что-то. Я даю все, всегда стараюсь по возможности. И в общем, все нормально. Ну все, ребятки, на этом буду заканчивать. Всем удачки, всем добра.